Дневник ландшафтного архитектора В коттеджном поселке На территории минимум коммуникаций И готовый дом в стиле Фрэнка Лойда Райта Автора знаменитого «Дома над водопадом» Здесь будут жить 4 человека Родители с двумя дочками У этой семьи уже есть обустроенная дача В деревенском стиле Поэтому здесь решено было создать Своего рода квартиру на природе Главным пожеланием хозяина Было максимум мощения Минимум ухода И так нам предстоит сделать участок Лаконичным, но современным Удобным и привлекательным Шаг за шагом мы будем двигаться К воплощению проекта ландшафтного архитектора По пути раскрывая Все профессиональные секреты На участке закончены работы нулевого цикла Вскоре будет закончено строительство летней кухни И возведена хозяйственная постройка В самое время поговорить о малых Архитектурных формах Здравствуйте, это программа Дневник ландшафтного архитектора Меня зовут Татьяна Веденеева И я напоминаю, что на нашей импровизированной Съемочной площадке А точнее на загородном участке Мы создаем квартиру под открытым небом На все про все у нас 10 соток и один сезон Наша квартира почти закончена Осталось навести лоск А точнее украсить ее Ведь какая хозяйка не любит Ну расположить в своем уютном гнездышке Фонтанчики, вазончики Всевозможные фигурки Вот одну из таких фигурок я сегодня подготовила Мне кажется, что она для нашей квартиры Под открытым небом подойдет Но чувствую, мой постоянный соведущий Ландшафтный архитектор Дмитрий Бородавкин Со мной не согласится Почему и вообще как правильно выбрать Малые архитектурные формы Для собственного участка Об этом сегодня и поговорим Дмитрий Бородавкин Ландшафтный архитектор Выпускник Санкт-Петербургской школы Садово-паркового искусства За время обучения успешно освоил курс Дендрологии, рисунка, проектирование садов и парков Почвоведение На сегодняшний день его опыт работы Более 20 лет За это время Дмитрий прошел путь От рабочего озеленителя До руководителя ландшафтной мастерской В его портфолио Работа над государственными и частными заказами А это десятки ухоженных садов И узнаваемый стиль Дмитрий, здравствуйте Добрый день Я сегодня тщательно подготовилась к нашей встрече Принесла с собой реквизит Дело в том, что хочу вас сегодня подробно расспросить О малых архитектурных формах О мафах сокращенно Когда они вообще впервые появились в ландшафтной архитектуре? Ну, точную дату я не скажу Наверное, я не так тщательно сегодня подготовился к передаче Но если мы обратимся к истории садово-паркового искусства То мафы, как, например, скульптуру Мы можем видеть в древнегреческих, древнерибских садах Мавританские сады Обязательно в них присутствовал какой-либо водоем, фонтан или бассейн Японские сады Где сам, наверное, японский сад представляет из себя один сплошной маф То есть это одна сплошная малая архитектурная форма Продуманная фантазией изысканного художника Изысканного, да И обязательно с заложенным глубоким смыслом Ну вот у моего мафа, как вы думаете, есть какой-то глубокий смысл? Ну, наверное... Я вам, извините, перебью, открою секрет Вы, наверное, сами догадались уже, что это квартирный вид мафа То есть это такой квартирный фонтанчик Но я подумала, что раз мы делаем квартиру под открытым небом Может быть, мы могли бы куда-то его поставить? Дело в том, что данный маф несет в себе смысловую нагрузку, наверное, следующую Это, скорее всего, для урбанистической квартиры, где человек скучает по каким-то деревенским элементам И вот этот вот уголок деревенской жизни, например, который будет стоять... На кухне Я бы его больше вижу в каминной, где-то в уголке, где можно посидеть, задуматься, послушать журчание воды Перенестись в деревенские виды Вот, наверное, там он будет уместен То есть именно в нормальной квартире, не под открытым небом, как у нас? Не под открытым небом Ну, хорошо, ладно А вот эти мафы, это же тоже можно назвать представителем малых архитектурных форм? Это относится больше к веселым затеям Какие-то такие юмористические элементы, которые могут задать веселую нотку вашему саду Особенно если у вас есть дети, то о них повеселят А вот на нашем участке мы о том, где что можно расположить, поговорим чуть позже Но в принципе, какие вы дадите главные советы, к какому участку какие мафы подобрать, чтобы это не смотрелось смешно? Если вам нравится классическая скульптура или классические фонтаны То свой участок вы должны планировать тоже как классический ландшафт То есть это, скорее всего, регулярная планировка По крайней мере, какие-то строгие элементы И вот в них, например, впишутся и копии античных скульптур Особенно если позволяют размеры Классический фонтан Если у вас участок развивается в стиле кантри, деревенский стиль То туда впишутся какие-то полуразрушенные катки, старые лейки В виде цветников, в виде каких-то маленьких водоемчиков корыта Телеги, как вот очень в свое время любили ставить телегу На ней разбивали цветник Если у вас, если как у нас, например, современный сад То здесь мафы должны быть в виде современной скульптуры Какие-то красивые фонари Которые будут брать на себя именно акцент Возможно, что даже один какой-нибудь фонарь Но очень интересной формы Скорее всего, это ковка И обязательно в современных линиях Сюда подойдут вполне кашпо Контейнеры, опять же, в современном стиле Которые как раз-таки должны слиться с ландшафтом Ну вот существует огромное количество журналов об интерьере Откуда можно почерпнуть идеи для создания интерьера Внутри собственной квартиры, собственного дома А где можно почерпнуть идеи создания композиции из мафов на собственном участке Ведь часто вот что-то есть, что-то представляется Но очень сложно это конкретизировать И купить конкретные вещи, где можно это все посмотреть На самом деле очень много журналов по ландшафтной архитектуре существует По ландшафтному дизайну И какие-то мысли вы можете почерпнуть оттуда Ко всему прочему, у нас и в России Очень богатое наследие садов и парков старинных Где можно также посмотреть Многие ездят по миру, ездят, тоже посещают парки, сады Вот оттуда и надо почерпнуть какие-то идеи, удачные вещи Которые вам нравятся и которые можно попробовать перенести в свой сад Сейчас посмотрим сюжет с полезной информацией А сразу после него переместимся в место Где найдем большое количество малых архитектурных форм Потрогаем их Посмотрим на них со всех сторон И расскажем еще много интересного Маф Малая архитектурная форма Это широкое понятие Согласно словарю, так называют Вспомогательное архитектурное сооружение, оборудование И художественно-декоративные элементы На практике мафы — это лестницы, ограды, скульптуры, фонтаны, ландшафтные светильники А также беседки, ротонды, перголы, вазоны, скамейки и другая садовая мебель У малых архитектурных форм может быть чисто декоративное название, что называется для красоты Это скульптуры, перголы и водные объекты, бассейны, фонтаны, пруды С практической целью устанавливают качели, детские песочницы — это тоже мафы Есть еще архитектурные формы так называемого массового использования Лавки, светильники, лестницы, мостики, вазоны Так как на нашем участке в связи с пожеланиями заказчика представлено не так много вариантов малых архитектурных форм Мы с Дмитрием решили переместиться в специальное место, где их немного больше Дмитрий, вот радует ли вас это разнообразие? Да, конечно, здесь есть что посмотреть, есть о чем рассказать Начну с того, что существует огромное количество малых архитектурных форм, которые пригодны для использования в ландшафте Начиная от таких простых, как, например, камень, на котором ты сидишь Отдельно стоящий камень, он будет являться малой архитектурной формой Если у нас их будет много, это уже у нас ракари или каменистая горка Также к мафам относятся скульптуры Фонарики в виде скульптур И фонари, которые у нас отдельно стоят, они тоже могут являться мафом Мостики, различные скамьи, урны, столики Это тоже все малые архитектурные формы Но у малой архитектурной формы есть ли какое-то четкое определение? Ведь я могу найти камень в лесу, принести на участок, и это будет малой архитектурной формой Или должны быть определенные критерии? Малая архитектурная форма сама по себе несет в названии слово архитектура Это архитектура, она проектируется Камень, который вы приносите из леса, это тоже скульптура, только сделана природой Если вы нашли интересный камень по структуре Если камень красиво оброс мхом, это тоже скульптура Это природная скульптура, которую мы принесли из леса, поставили у себя на участок Выделили эту малую архитектурную форму какой-либо формой Это может быть газон, это может быть центр цветника, это может быть специально созданная площадка для этого камня И мы получаем готовый маф Получается как велико разнообразие малых архитектурных форм, так и великое количество материалов, из которых они могут быть сделаны Да, 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 и более того, наша беседка, наша пергола, фонтан, альпийская горка, водоем Это тоже все малая архитектурная форма, которую мы создаем Хорошо, но мне кажется, на некоторых участках все-таки неуместны мафы, сделанные, например, из мрамора или гранита Как здесь уловить? Стоит устанавливать такую форму или не стоит? Конечно, это очень тонкая черта, где что подходит, где что не подходит Даже если сейчас такой стиль, как эклептика, фьюжн, где есть смешение стилей Они могут иметь какие-то отступления Но мы должны понимать, что если мы создаем сад в стиле кантри То мраморные изделия или скульптуры в классическом виде нам совершенно не подойдут Более того, если у нас создается сад в классическом стиле, в регулярном стиле То отдельно лежащий камень будет выглядеть, как забытый кем-то на дорожке Хорошо, но есть и другая сторона медали Как понять, что этих мафов чересчур уже? Чересчур много будет, в первую очередь, если они друг друга противоречат Если мы установим фонтан, рядом с ним посадим скульптурных лебушат Это будет чересчур перебор Я видела огромное количество примеров, когда не только лягушата вокруг фонтана, но еще гномики, фонарики Рядом стоят скамеечки, столики и искусственный цветок из дерева Это можно назвать как угодно Пусть это называется выставочная площадка, пусть это называется коллекция скульптур садовых Но это будет уже не ландшафт Сейчас посмотрим на еще одну очень интересную малую архитектурную форму Очень привычную всем, но я сегодня, кстати, своему впервые узнала, что это тоже малая архитектурная форма Ну, я, конечно, имела в виду пруд, но я так понимаю, что вот эта альпийская горка, это тоже маф Да, в данном случае она является мафом, и более того, она является уже сформированным берегом нашего пруда Насколько часто такой прием применяют на участках? Дело в том, что обычно участок в пруд переходит из какого-то другого декоративного элемента Например, газон, который заканчивается прудом Дальше уже смотрится по концепции Подходит ли берега пруда к газону по стилистике Если у нас пруд спокойный, то вполне возможно, что газон у нас может перейти плавно в поверхность пруда А если у нас на водоеме, например, присутствуют такие элементы, как ручей, водопад, каскад То здесь нужно дать объяснение, почему такая игра воды И, значит, у пруда должны появиться какие-то скалистые берега В частности, их хорошо обыграть как раз-таки альпийской горкой, как имитация скалистой местности Дмитрий, ну всякий ли пруд может стать малой архитектурной формой? Если он правильно спроектирован, если он правильно сделан, то вполне возможно, что он станет изюминкой вашего участка Если же он был выкопан, не основываясь ни на какие принципы проектирования Для каких-то второстепенных нужд Да, то он превращается просто в пожарный или дренажный водоем Все-таки, как почувствовать эту тонкую грань и сделать из нашего водоема малую архитектурную форму, а не пожарную лужу? Дело в том, что он должен быть правильно спроектирован Отвечать условиям архитектуры, которые уже есть на участке И быть в гармонии с участком Вот, наверное, соблюдая эти условия, мы сделаем из него изюминку участка, а не дренажно-пожарный водоем Ну и еще некоторые полезные советы в нашем следующем сюжете На украшения для сада тоже есть своя мода К примеру, сейчас очень популярна художественная ковка Кованые изделия вписываются практически в любой дизайн Создавая уютную атмосферу вокруг даже самого скромного загородного домика Также сегодня в тренде комбинирование материалов Например, скульптуры из стекла и железа С помощью этих материалов можно создать оптические иллюзии Еще одна тенденция – смешение стилей Но тут без помощи дизайнера не обойтись Беседву в классическом стиле можно поместить в сад в стиле хай-тек Но чтобы она не выбивалась из ритма, придется приложить немало усилий И, пожалуй, это под силу только профессионалам Дмитрий, после того, что мы только что увидели Конечно, мои муравьишки выглядят очень скромно Ну, скажем, не к месту То есть они точно не подойдут для этого участка, да? Я их не вижу здесь Хорошо, а что вы здесь видите? Что бы здесь могло подойти? Какие малые архитектурные формы? За нами, например, парадная зона в Язная На крыльце, скорее всего, и это будет уместно, появится скамья Скамья для того, что когда приезжает человек сюда, чтобы он мог поставить сумки Пока он закрывает машину, пока открывает дверь Скамью также надо будет подобрать, чтобы она подходила к общему экстерьеру Ниша в углу здания вполне может вместить в себя современный контейнер под растения С каким-нибудь растением Даже возможно, что это растение будет комнатное, которое на лето выносится на улицу будет Ну вот с парадной зоной, наверное, все Потому что она у нас заполнена как раз таки группой хвойных Которые закрывают угол и оформляют нам эту зону Можем пройти по участку, покажу еще что нужно Ну, пойдемте Что будет здесь? У нас здесь, получается, большая территория между посаженными деревьями и стеной дома Так вот, эта территория, это не просто ковер, а это свободное пространство для свободного Полета фантазии Нет, я бы не так сказал Дело в том, что здесь можно установить и шезлонг позагорать Здесь можно установить гамак, чтобы попрыгали дети И какую-нибудь большую современную скульптуру можно установить? Ну, в данном случае заказчик не является просто поклонником скульптуры Потому что на самом деле предложения такие были Подобрать что-то из современной скульптуры Ну, как он сказал, говорит, Дима, мне это не нравится Вот, поэтому скульптуру здесь на участке мы не рассматривали Она была бы уместна здесь Но она не нужна заказчику Но чисто теоретически, да, уместно, почему бы и нет? Теоретически, да Хорошо, и что здесь в итоге будет? В итоге мы оставляем после себя здесь свободное пространство А вот заказчик может его заполнять теми же самыми вазонами с растениями Теми же самыми какими-нибудь качельками, гамаком, чтобы могли попрыгать дети Батутом, чтобы могли попрыгать дети Гамак, чтобы можно было позагорать или шезлонг А вот, кстати, такой вопрос Часто действительно, когда есть дети в семье Огромное количество на участке игрушек И вот средства для развлечения детей И при этом в едином стиле выдержаны мафы с мощением и с архитектурой дома Вот можно как-то так придумать, чтобы одно с другим не перемешивалось? Это вот яркость игрушек разнообразных и стильные мафы Да, можно Можно придумать, например, такие качели Которые будут интересны и детям И даже после того, как они вырастут Им будет интересно на них все равно находиться Можно, например, рассмотреть развитие территории определенной Например, некая круглая площадка На которой, когда маленький ребенок, устанавливается песочница Затем ребенок подрастает Эта площадка замещается на площадку под бассейн Когда они еще больше выросли На этой площадке может уже установиться некая ротонда, беседка, что-то типа того То есть это должно быть отдельно отведенное место И почему бы не... Ну да, здесь окна, здесь перекроют, да? Здесь, несмотря на то, что есть маленькие дети Детская площадка не рассматривалась, опять же, по желанию заказчика Потому что в поселке, буквально через дорогу Будет делаться детский городок Который могут посещать дети из участка И я помню, вы мне рассказывали, что на этом участке будет Очень большой маф И что немногие знают, что это строение Это тоже малоархитектурная форма Пойдемте на него посмотрим Давайте Итак, я говорила о нашей будущей летней кухне На месте которой пока еще только столбы Но это тоже малоархитектурная форма Да Она будет себя включать непосредственно патию Под которую мы сделали пока что плиты Навес, который будет закрываться от осадков Печь И очаг для открытого огня Все это будет сделано в общей архитектуре Ну и дополнительное наполнение Это столы, стулья, которые там будут разместяться То есть мы привыкли думать, что малоархитектурные формы Это вазончики, скульптуры, фонтанчики Какие-то растения в катках А на самом деле это могут быть и отдельно стоящие Внушительные строения на участке Фонтан, беседка Хозпостройка, например Хозпостройка, ну... Ну если она будет красиво оформлена Тот же самый туалет на открытом воздухе Он же тоже может стать малоархитектурной формой Если к его оформлению подойти с душой Ну такую малоархитектурную форму стоит, конечно, прятать За другой малоархитектурной формой Например, за пергольной решеткой Хорошо А все-таки какие малые малоархитектурные формы Вы бы здесь посоветовали расположить? Ну вот это у нас большая малоархитектурная форма Наша патио А я имею ввиду как раз-таки статуэтки какие-то, может быть Может быть, тоже катки с растениями Может быть, какая-то скульптура Может быть, украсить нашу подпорную стенку Которая вот имеет форму трех ступенек Чем-то Ну вот это вот Ну вот, понимаете, у меня женская Мне хочется украсить участок Он выполнен в стиле мужского минимализма Мне хочется добавить уюта, тепла И кучи разных-разных штучек Вот иногда лаконичность Это как раз-таки самое главное украшение участка Дело в том, что у нас уже будет готовый ансамбль И какие-либо, в данном случае, вазоны, скульптурки Они будут вносить лишь разброд в архитектуру И отнимать внимание И как раз-таки лучшим украшением будет Это подобрать хорошую садовую мебель Которая гармонично впишется в этот ансамбль Это будет лучшее украшение То есть во всем все-таки нужно знать меру Да Последним штрихом можно будет поставить Красивый подсвечник на стол с красивой свечой Вот вы за минимализм, да, Дмитрий? Нет, я за то, чтобы все вещи были в гармонии с друг другом Золотые слова Посмотрим еще один сюжет, в котором резюмируем сегодняшнюю тему Малые архитектурные формы помогают менять вид и даже размер участка Одним из самых показательных примеров может служить пергол Если установить ее по центру участка И высадить вьющиеся растения, она станет центром композиции Однако чаще перголы ставят вдоль периметра участка Организуя внутри зону отдыха Такая конструкция позволяет перекрыть границы сада так Чтобы он не выглядел тесным Ведь пергола смотрится значительно легче беседки Шпалеры способны трансформировать пространство в саду Так же, как ширмы или раздвижные перегородки в комнате Часто за ними скрывают угород, коспостройки и другие неприглядные объекты Если выставить шпалеры по принципу кулис, можно визуально расширить участок Также они могут сглаживать острые углы И трансформировать другие архитектуры на недостатки участка Такие мафы, как скульптура и вазоны Хороши тем, что их месторасположение можно легко менять Каждый раз это будет придавать саду свежий вид Если выстроить их вдоль садовой дорожки, она будет выглядеть длиннее Это увеличит перспективу А если разбить при помощи тех же вазонов площадки Пересекающие тропинки, они визуально будут казаться короче Это удобно, когда участок имеет вытянутую форму Ну что ж, действительно все хорошо в меру И показатель хорошего вкуса Это грамотное и гармоничное сочетание Может быть небольшого количества предметов Но подходящих друг к другу И все-таки я считаю, что мои муравьишки Очень подходят для этого участка Если их ненавязчиво расположить где-нибудь на нашем мощении Они весьма гармонично сочетаются с цветом мощения С цветом дома Почему нет? Думаю, Дмитрий бы со мной согласился Если бы я настояла чуть больше Но все-таки, повторюсь, что чувство меры знать надо И не стоит превращать свой участок в зачарованный лес С огромным количеством гномиков, фонтанчиков, ежиков Тех же самых муравьишек Иногда это ни к чему Маф это изюминка, которая должна говорить О хорошем вкусе владельца участка На этом очередная страница дневника Ландшафтного архитектора закрыта И в следующей программе мы расскажем еще много интересного С вами была Татьяна Веденеева Увидимся! В следующей серии дневника ландшафтного архитектора Поговорим об особенностях жизни в коттеджном поселке На что нужно обратить внимание, покупая дом в современном населенном пункте Какие подводные камни бывают на участках Ответы на эти и другие вопросы в следующем выпуске Не пропустите дневник ландшафтного архитектора Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин